Ну что ж, все-таки это видео у нас будет посвящено нашему шарфику для нашего классного зайки, которого мы с вами связали вместе. Выбрала все-таки я для него розовый цвет ниток, сейчас объясню почему. Так, сейчас, одну минуту. И тадам! Вот почему. Розовый мишка у меня уже есть с розовым таким вот шарфиком. И теперь у меня к нему в компанию розовый зайчик будет с таким же шарфиком. Шарфик мы будем вязать такой же. Вязала я его крючком, четверочкой. Вот, моей любимой четверочкой, моим классическим традиционным крючком. Вот так вот выглядит шарфик наш. Только я тут, конечно, какую-то импровизацию еще включила, как-то вот что-то связала. Но почему крючком я вяжу шарфики? Потому что шарфик смотрится гораздо прочнее, гораздо аккуратнее. Когда я вязала спицами Яна Арджинс, мне не нравился результат. Поэтому я вяжу крючком. Тоже думала-думала. И в итоге решила сделать все-таки, как мне нравится. Потому что для меня репутация моя дороже всего. Вот, значит, смотрите. Вот к этому классному зайчику, в компанию к нашему Мишке, я свяжу, мы с вами сейчас вяжем, вот такой вот шарфик. Вяжется он достаточно просто, быстро. Ну, относительно, конечно. Беру я нитки Яна Арджинс, мои любимые. Почему Яна Арджинс, повторюсь, потому что для детей я нашла, это самый лучший вариант. Они не содержат шерсть. Они, ну, вот нету, если вот присмотреться, да, шерсти мы не видим. Маленькие дети, если совсем малышам дарить такие игрушки, да, то все-таки они же дети, они берут все в рот, ну, в первые годы своей жизни. Поэтому вот здесь, вот если вы посмотрите, вообще ничего нигде не торчит. Никакого моха, никакой ниточки шерстяной, ничего нет. То есть вот это вот и мне нравится. Покупаю только эти нитки. Они мне очень нравятся. Прям классные, суперские. Значит, смотрите, я беру вот этот вот бледно-розовый цвет. Цвет 36-й. Вот. В составе этих ниток хлопок и полиакрил. Вот. Стоили они на скидке, цены здесь нет. Но стоят они 2,60. 2,60 белорусских рублей. Итак. Для шарфика нам, в принципе, потребуется не так-то много ниток. Сейчас мы найдем начало, где наше начало, где наше начало. Это я шучу. На самом деле, это я пошутила. Не обращайтесь в нее. Захотелось мне почему-то пошутить. Так. Что мы делаем? Мы набираем сейчас просто воздушные петли. Как правило, я набираю 80 воздушных петель. Использую я крючок номер 4. Вот такой. Мы делаем, давайте посмотрим, как набирать, ну, на всякий случай, да, воздушные петли. Вот как мы делаем. Я беру вот нитку и завожу вот сюда. Делаю вот так. Вот так. Да. Придерживаю это все. Кстати, вот здесь вот, вот здесь хвостик оставить лучше подлиннее, потому что потом надо будет пройдить иголочку и нитку эту спрятать, чтобы уже максимально покрепче, надежно у нас было, да. Все, мы сделали узелок. Вот наш узелок. Его мы не считаем. Набираем 80 воздушных петель. Раз, два, три, четыре. Набирайте воздушные петли свободно, потому что нам в них еще вязать, чтобы мы не мучились. Это шарфик, это не игрушка. Свободно, получаем кайф, вяжем 80 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Набрала свои 80 воздушных петелек. Мы проверяем. Проверяем. Я хочу, чтобы у меня было в два поворота, да. И еще завязывался. Раз и два. Ну, в целом, в целом достаточно. Хорошо. Оставляем. Теперь мы вяжем следующим образом. Мы делаем накид. И во вторую петельку от крючка, вот раз и вот два, вот сюда мы провязываем. Взяли полустолбик, это называется полустолбик с накидом. Вытащили ниточку и вот эти три петельки, которые у нас получились, мы протягиваем вот так. Снова провязываем накид, следующую петельку и провязываем. Снова делаем накид, петелечку, провязываем. Три вместе. Делаем накид, петелечку следующую и три вместе провязываем. делаем снова накид в петелечку следующую и 3 вместе провязываем снова делаем накид следующую петелечку и 3 вместе провязываем и так мы провязываем до конца ряда давайте еще раз вам покажу делаем накид следующую петлю захватываем нашу ниточку вытягиваем ее у получается 3 петельки на крючке мы вместе их провязываем снова накид следующая петля вытягиваем нашу ниточку и 3 вместе провязываем накид вытягиваем нашу петелечку и 3 вместе провязываем все и так вяжем до конца ряда вы тоже провязываете я провяжу самостоятельно и потом вернусь к вам будем дальше провязывать у нас еще один ряд должен быть можно так сказать может быть полтора еще ряда провяжем ну вот этот вот основной следующий и возможно сделаем такой завершающий этап но пока я не знаю сейчас посмотрим как у нас получится то есть тут как бы полная импровизация это ваш шарфик как вы его видите так вы можете по-своему связать если вы знаете свои методы и они классные вот поэтому но у меня вот такой вот шарфик без всяких наворотов скромненький розы и пусть вот вы провязываете сейчас тоже провяжу и к вам вернусь вот смотрите я уже заканчиваю у меня остался один столбик вот этот вот наш петелька их узелок до узелок мы не провязываем вот я провязываю нашу петелечку делаю накид и 3 вместе провязываю все мы делаем петлю подъема и разворачиваем нашу работу вот это вот нам ну как бы не серьезный шарфик получается да поэтому нам надо провязать еще один ряд мы сделали петлю подъема повернули нашу работу и точно так же делаем накид и вот в эту вот петельку провязываем дальше все то же самое опять делаем накид и следующую петельку только смотрите захватывайте две петельки не одну а 2 вытягиваем и провязываем 3 вместе накид протягиваем и провязываем 3 вместе накид и так до конца ряда мы провязываем я уже тороплюсь вязать потому что у меня уже темнеет нужно успеть вам при свете связать так все вот это вот вы дальше до конца довязываете я сейчас тоже довяжу и вернусь к вам посмотрим что будем делать дальше и дальше вязать или нам в принципе этого хватит вот я завершаю уже свой шарфик последняя петелечка у нас все я делаю узелок вытягиваю чуть-чуть такую среднюю вытаскиваю потому что нам нужно закрыть ее спрятать вот такой вот шарфик у нас получился вот это вот косичка которая посередине идет мне очень нравится очень красиво получилось аккуратно прям эстетика такая полная так значит что мы делаем вот эти вот концы нам надо спрятать прячу я их иголочкой иголочка у меня слова паразит так я уже поняла каждый раз когда продолжаю вязать так 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 ну понятно все мы вот сейчас ну просто импровизационно мы протягиваем нашу ниточку прячем прячем ее как-нибудь без разницы куда как вам удобно нам нужно ее спрятать максимально как-нибудь вот вот так прячем и отрезаем так сейчас еще немножко спрячу как-нибудь вот так все и отрезаем и также со вторым нашим кончиком поступаем беспощадно точно также с этим кончиком и поступаем сейчас вот этот тоже прячем кончик тоже аккуратненько его прячем вот это вот называется век живи век учись все эти лайфхаки так и возникают все я связала это мы все выбираем чтобы нам не мешало вот наш шарфик вот он классный шарфик шарфик у меня так смотрите 80 воздушных петель и шарфик у меня в длину получился если кому-то вдруг понадобится я сейчас скажу так 20 33 сантиметров 80 петель это 33 сантиметра наш шарфик ну чтож барабанная дробь надеваем как красиво мне так нравится я балдею а еще розовый цвет я обожаю розовый цвет я люблю конечно не такой яркий пыльно-розовый такой вот бледно-розовый ну вот в принципе на два оборота идеально вообще классно а здесь значит у меня больше петель я вспомнила у меня здесь было 88 петель вот так вот и тут немножко по-другому я вязала все вот такие вот клевые игрушки вот такой вот зайчик у меня получился здесь на хвостик я пока не пришивала я не успею сегодня уже пришить потому что у меня уже достаточно темно уже на последнем издыхание я снимаю ну вот такая вот компания розовый мишка розовый зайка классный так нравится супер я очень рада что я взяла такие яркие нитки хотя я как бы переживала что не очень яркие но просто цвет прям вообще вышка ну все всем спасибо за просмотр всем пока пока